Здравствуйте дорогие друзья! Это девятый выпуск лучших приложений из App Store и Google Play. Есть как свежие программы, так и проверенные старички, отобранные среди многих тысяч бестолковых приложений, за которые разработчики еще и просят деньги. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее. Всегда мечтал зарабатывать в сфере IT? Geekbrains это крупнейшее сообщество, насчитывающее более миллиона пользователей, которые обучаются программированию. С Geekbrains ты сможешь создать сайт, интернет магазин, мобильное приложение или даже игру. Пора валить с завода. Ребята предлагают начать с бесплатного онлайн курса по основам программирования, на котором вы и определитесь в каком направлении двигаться. После обучения тебя ждет стажировка и помощь в устройстве на работу. Все подробности по ссылке в описании. Еееее, наконец-то я добрался до крупного обновления достойного менеджера задач Synx. С приходом третьей части каких-то особенных функций добавлено не было, но разработчики значительно переработали интерфейс, с которым теперь взаимодействовать одно удовольствие. Очень понравился интерактивный плюсик для добавления задач, проектов и областей. Переосмысленное свайповое управление тоже зашло. Очень понравилась толковая интерактивная обучалка, которую проведет по всем и даже не очевидным возможностям приложения. Программа кроссплатформенная, но сугубо для яблочных устройств. Ценник немалый, 10 долларов. Те, кто имеет предыдущую версию Synx 2, приобретать программу не стоит, старой версии хватает с головой. В том же лидере сегмента OmniFocus 2 возможности больше, но другое дело, нужны ли они вам. Брать программу или нет, зависит от бюджета. Если позволяет, то вы получите в меру функциональное, красивое и очень удобное приложение. Если вам нужна простая, бесплатная минималистичная программа, которая могла бы хранить скидочные карты, то вам идеально подойдет пин-бонус. Как и в других аналогах из App Store и Google Play здесь есть синхронизация с облачным хранилищем, что актуально, потому как вы можете установить приложения всем родственникам и они будут добавлять свои карты. Удобная сортировка и русский язык. Несмотря на то, что здесь есть специальный режим для отображения штрих-кодов, не все считывающие устройства могут их распознать. Это проблема всех приложений подобного рода. А для карточек с магнитной лентой разработчики предлагают купить скиммер. Именитая студия Adobe как никакая другая знает толк в рядуше. Мобильное приложение Photoshop Fix станет отличным помощником в коррекции фотографий. Серьезные инструментарии в совокупности с точной настройкой и простотой интерфейса позволяют играючи преображать изображение. Тут есть инструменты обрезки, коррекции, пластики, восстановления, размытия, работы со светом и цветом и еще десяток полезных опций. Особенно понравилась пластика. Программа автоматически распознает части лица и предлагает передвигая ползунки делать самую настоящую магию. Photoshop Fix имеет русскую локализацию и классный путеводитель по инструментарию. И самое приятное, весь функционал бесплатен и нет никакой рекламы. Настоящая находка в мире редактирования изображений. Еще бы альбомную ориентацию добавили, цены бы им не было. В дополнение к Photoshop Fix я предлагаю скачать Photoshop Express как мощное, эффективное и простое средство редактирования изображений. Приложение умеет делать все основные операции вроде кадрирования, выпрямления и вращения фотографий, борется с эффектом красных глаз, устраняет дефекты, применяет фильтры, создает рамки и водяные знаки. Photoshop Express с легкостью читает форматы RAV и TIFF. Как и в случае с Photoshop Fix есть поддержка облачной синхронизации с популярными хранилищами. Программа на русском и абсолютно бесплатна. Мобильные продукты Adobe настоящий подарок в мире цифровой индустрии, завязанный на фотографии. В комментариях прошлого выпуска лучших приложений мне посоветовали просто кучу конвертеров валют. Наиболее привлекательным я посчитал Coinverter. Программа бесплатная и предельно понятная. На главной странице отображаются все выбранные валюты и выделяется основная. Конвертация происходит сразу по всем указанным денежным знакам. Программа не имеет рекламы и встроенных покупок. Интерфейс прост, даже слишком прост. Никаких статистических данных за курсы в прошедшие дни нет. Неудобно добавлять новую валюту, потому как нет ни поиска, ни шкалы прокрутки с алфавитом. Про виджет и существование 3D Touch забыли, а еще не хватает встроенного калькулятора. Так что если вас интересует простой бесплатный конвертер валют без лишних наворотов, то Coinverter идеально подойдет для этой задачи. Еще один отличный инструмент для редактирования изображений. Тут есть внушительный инструментарий, куча интересных и настраиваемых профилей и механизм работы с коррекцией и расположением лица. А еще не забыли разработчики и про альбомную ориентацию. Инструментарий коррекции и обработки впечатлил. Snapseed удобен обилием детальных настроек. С приложением работать одно удовольствие. Удобно, что есть кнопка быстрого просмотра до и после коррекции изображения. Snapseed на русском языке распространяется бесплатно. Ваши фотки будут однозначно лучше, а некоторые действия можно выполнить куда быстрее чем в более серьезном редакторе на компьютере. Если лень искать новости самостоятельно, то необходимо прибегнуть к помощи новостных агрегаторов. Неплохим вариантом станет приложение Anews. Выбирайте регион, Россия, Украина есть, а вот Беларусь и Казахстан остались стороне интересующую тематику и добавляйте в настройках понравившиеся ресурсы. Я просмотрел категории с техникой и авто и могу сказать, что все более-менее именитые ресурсы присутствуют, а вот комфортно добавлять собственные нельзя. Главное меню блочного типа с горизонтальной прокруткой. Альбомная ориентация есть, новости возможно добавлять сохраненные или воспроизводить синтезатором речи, правда звучит это дело далеко не так прекрасно как в аудиокниках. Рекламы нет, какие-то более интересные настройки тоже отсутствуют, но с основной функцией программа справляется достойно. Тем более все новости отображаются в виде коротеньких твитов. Таким образом можно здорово экономить время, читая огромный новостной поток. Лето – это пора отпусков и путешествий, только вот в условиях ограниченности бюджета бывает сложно подобрать поездку дальше ближайших курортов, на которых побывала даже ваша соседка. Сервис Headlist завоевал награду выбор редакции AppStore за качественный подбор бюджетных путешествий. Здесь вы найдете выгодные предложения, горячие скидки с учетом пожеланий. Имеется продуманный поиск по континентам, регионам, пляжам, островам, видам отдыха и другим критериям. Дело за малым – пригласить друзей, заказать билеты и вперед к новым открытиям. Из явных недостатков невозможность прикрутить кэшбэк из приложения и отсутствует русская локализация. В комментариях часто просят подобрать альтернативу штатному музыкальному плееру. Неплохим вариантом станет Flagbox. Программа воспроизводит музыку из облачных сервисов, позволяет скачивать отсюда треки, управляет файлами в облаке, работает с плейлистами, вай фай дисками и имеет еще целую кучу встроенных фишек вроде таймера засыпания или поддержки формата flag. Действительно, ведь программа называется Flagbox. Правда тут хороший ЦАП и наушники докупить придется. Разницу в штатных AirPods вы особо не заметите. Программа на русском, а единственным неудобством станет баннерная и всплывающая довольно надоедливая реклама, которая отключается покупкой или пропадает при отсутствии активного интернет соединения. А вот это удобная утилита для контроля за лимитированным трафиком, предоставляемым мобильными операторами. Да, не все имеют возможность подключать безлимит. Да и не всем это надо. Устанавливаем в программе объем месячного трафика, количество использованных мегабайт и отслеживаем статистику через виджет. Есть вспомогательный виджет, позволяющий отслеживать трафик в заданный период времени. По мере прохождения критических точек исчезновения трафика к вам придет уведомление. Программа распространяется временно бесплатно, а если знать о лучшую альтернативу, то обязательно отпишитесь они в комментариях. Огромнейшее спасибо всем тем, кто оставил в комментариях к прошлому видео свои любимые программы. Если вам есть чем поделиться, это можно сделать и под этим роликом. Обязательно пересмотрите прошлые выпуски, там еще много годного софта. Ну а на этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, подписывайтесь и ставьте лайки. До скорых встреч, увидимся в следующем видео, пока-пока.